Доброе утро, мои дорогие! Смотрите, какой позитивчик с утра! Еду за дочкой. Спасибо! Надо ж так машину разрисовал. Папа счастливый! Вот, а мы своих родителей проводили. Всё, они улетели в Москву. Костя полетел преподавать. Ну и Таня, как верная жена с мужем. Неделю он будет преподавать в Москве. Потом вернутся. Зайка, не выходи на дорогу. Саша что-то болеет. Насморк у него. Что-то всё внутри хрипит. Мы с утра так лекарства попили. Думаю, надо сходить за горчичниками, что ли. Да пойдём сходим в Фикс Прайс. Родители уже уехали. Ну, сразу можно говорить, бабушка, купи мне чипсов и лимонадику. Родители же не дают. Я говорю, ладно, только один раз. Ну и товарищу какую-нибудь игрушку на пять минут. Ну-ка, посмотри на меня. Серьёзно. Расстроился. Ну, какую выберешь. Расстроился, конечно. Паровозик. У него такая ассоциация. Паровозик? Ладно. У него такая ассоциация. Появляется бабушка Люба и тут же исчезают родители. И он поэтому очень расстраивается. Да. Так что вот такие вот дела. Ну, чё, тает всё. Конечно, я тоже. У тебя ещё есть бабушка Люба? И родители. И родители, да. Так что идём в фикс прайса в аптеку зайдём. Бабушка. Собачка. Белая такая, да? Красивая. Какой красивый. Красивый, конечно. Топый. Топый. Астана, смотри, бабушка. Не кричи, пожалуйста. У тебя и так болит горло. А ты ветер холодный. Не кричи. Ты говори тихо. Я слышу. Я же не глухая совсем. Миленькая. Ой, ну ветер правда холодный. Что-то прям ветер меня со вчерашнего дня преследует. А ещё что хотела сказать. Мне сын вчера подарил телефон. Вот. Там присутствует... Ох, господи. Ну как он называется? Чтобы видео не трюкнулось. Но я его ещё не освоила. Вот освою. Буду на него снимать. Макарик, внук старший, в гости придёт. И мы с ним будем изучать. Подожди, зайка. Ой, смотрите, какие лечки. Декоративненькие. Хорошенькие, да. Сейчас мы пойдём с тобой в игрушки. А? Чего? Так. Ну тут, конечно, как всегда. Ага. Вот сколько всяких светильников. И зайчики тебе. И белочки. А цены поднялись, да? Поднялись цены. Ну, правильно. Везде растут. Так, мне нужно купить... Вот тоже. Вот сетка антимоксидная. Москитная. 249 рублей. Так. Мне нужно скотч прозрачный. Так. Ага. И какие-то же шкатулочки. Симпатичные. Это не шкатулка. Это копилка. Так. Пойдём, зайка. Пойдём. Рамочку хочется. Хорошую, глубокую. Какую-нибудь такую винтажненькую. Нужно вот эту купить. Каждый день протирать. Да? Каждый день протирать. Да, да. Надо горничную надо. Горничную. Так. Тебе за это платят. Ну. Так. Что-то было всё. А я не вижу скотча такого. А может, там подальше? Тут нет в этом магазине скотча такого. Смотри, что тебе понравится. Сам выбирай. Это уже большой парень-то. Ну что, вот это так бери. Подожди. Ты, может, сначала посмотри, походи. Может, тебе что-то больше понравится. Массажёры. Ой, что? Выбрал. Самый большой. Гусеницы, да, у него? Для чего гусеницы ставят? Знаешь? Для проходимости большей. Вот это вот гусеницы называются. Которые на колёсах. Нет, тут колёса просто крутятся. Я пока себе ничего не нашла. Сейчас. Походим, посмотрим. А для девчонок всякие. Резиночки, заколочки. Девчонки, я не буду озвучивать все эти цены. У меня же не обзор. Это я так зашла для себя, посмотри. Ну, я не вижу в этом магазине того, что я видела в обзорах. Может быть, ещё не довезли сюда. Не знаю. Салатники, салатники, салатники. Мне это везти. Так, ну-ка. Интересно, какой стакан с пробкой. А внутри у него... Сейчас посмотрю. Так, а внутри вот такой пластик. Как-то пластик мне не сильно нравится. А пробка нравится сверху. Ну, ничего я не нашла себе. Купила миндальное молоко, соку. Представляете, сегодня в день космонавтики мне Гриша вот с Гагарином 10 рублей задарил. Ох, я же собираю десятки. Вот они тут разных из Гагарина. Ничего просто так в этой жизни не бывает. Я уже рассказывала, но, может, кто не знает, Гагарин полетел. Мне было 5 лет. Я помню этот день всю жизнь. Помню, что Земля была близко. Вот помню прям, что была близко Земля, потому что я маленькая была. Вот. И почему я запомнила, так кричала воспитательница, а потом они все так кричали, и, видимо, у меня отложилось это в голове. Они кричали, что полетел человек в космос. Вот, представляете, сколько лет прошло. Так что всех, кто имеет отношение к этому делу, к работе с космосом, всех поздравляю. Жалко Юрия Алексеевича поздравить нельзя. Ой, у нас у Тани тут и дома-то. Ну, помните, кто в феврале я была. Были масюсенькие такие растенецы. А сейчас вон чего тут. Вон тут чего делается. На улицу опять снег идет. Костя звонил из Москвы. Говорит, мам, погода огонь. Ну, понятно, да. Они решили пообедать в кафе на улице. А то Москва. А то Мурманск. Гриша у нас ушел гулять. А я то там разберусь, то тут. Вот надо диван пылесосить. Вешалка тут. А, парень делом занят. Да, парень? Лечимся мы, лечимся. Все у него заложено. Даже не знаю, как завтра и в сад отойти. Ну, посмотрим, ладно. Ну, а я чего? Постирал? Посушил. Постирал? Посушил. Вот разобралась с обувью. Пододвигала все. Нашла много интересных вещей. А Саша же он все же... Ой, Господи. Вот. Ну, помыла пол заодно. Дел хватает. Ну, попробовала я вот это миндальное молоко. Не знаю, для меня какое-то дерьмо. Не знаю, мне не понравилось. 149 рублей стоит. Растительный продукт. Пальмовое масло, небось. И весь продукт. Не знаю, с моим зрением я не вижу, чего там мелкими буквами написано. Наигрался парень. Устал. Решил лечь посмотреть малышариков. Ногой дрыгает. Бабушка поставила на паузу. Нельзя же, авторские права. Если будут малышарики тут. Сейчас я тебя включу, Саш. Лежит, что-то соображает. Время уже вечер. Смотрите, время 20 минут 8. У нас в это время, в Черноморском, закат. Солнце заходит, и всё. И после этого темно. Вот, видите, о Мурманске ещё светло. Потому что на майские праздники будет уже полярный день. Солнце будет светить и днём, и ночью. Вообще не будет заходить. Так что сейчас день прям быстро-быстро-быстро прибавляется и прибавляется. Ну вот, когда стемнеет, я вам покажу. Я вчера вот это с приездом, да тут мы... Все на эмоциях. Я даже и не заметила, когда стемнело-то. Но я вчера ужасно устала, девчонки, за этот перелёт вот это. Да встала-то в 3 часа утра. И, в общем, прям... И даже и не поняла. И с вами не прощалась. Ну, сегодня-то вот посмотрю, во сколько стемнеет. Ну вот, смотрите, время без 29. Вот. Начинает вроде как уже темнеть. Ну, ещё не совсем, но всё-таки уже... Уже потемнее стало на улице. Ну уж я дождусь, мои дорогие, когда прям стемнеет. И тогда с вами попрощаюсь до завтра. Мне самой просто интересно, когда же оно темно-то будет. Ну вот, мои дорогие, время полдесятого вечера. Ну, ещё не совсем темно. Ну, сейчас я пойду Сашу спать укладывать. Поэтому буду прощаться с вами до завтра. Вот, мои дорогие, желаю вам всем хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть ничего у вас не болит. Пусть ничего вас не волнует. Ну, в смысле, по-плохому не волнует. Ладно? Давайте. Пусть всё будет хорошо. Ну, а завтра увидимся, надеюсь. Давайте, мои дорогие, я вас обнимаю, целую. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok